Здравствуйте! В эфире программа «Акцент» в студии Екатерина Цыганкова. И у нас в гостях Андрей Ветлушский, председатель Федерации профсоюзов Сырловской области Андрей Леонидович. Здравствуйте! В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочей недели для женщин, имеющих двух детей и более. Как вы смотрите на такую инициативу? Как бывший депутат Госдумы могу сказать, что инициатив многие вносят много хороших и разных. Вопрос, насколько это проходная инициатива. По факту, понятно, профсоюзы за то, чтобы человеку платили больше за меньшее количество времени. Поэтому, если такой закон пройдет, то мы однозначно будем поддерживать. Это только в том, правда, случае, если женщина, работая меньше, получает зарплату ту же самую. Потому что и сейчас по законодательству женщины, имеющие детей до 14 лет, могут переходить на неполную рабочую неделю, день с пропорциональным сокращением зарплаты. Здесь же вы говорите о том, чтобы так же, как сегодня право у инвалидов, у несовершеннолетних, на сокращенный рабочий день, но с полной оплатой. Поэтому, однозначно за. Другое дело, что в Госдуме у нас две трети это представители и собственники бизнеса. Это не в их интересах платить больше. Поэтому сегодня, более того, дефицит кадров, я думаю, по факту это пока не проходная инициатива. Но как мера поддержки, конечно, поддержки женщин с детьми, конечно, подобные инициативы надо продвигать. Я знаю, что у нас большое количество предприятий, и спасибо этим директорам и руководителям, которые в коллективном договоре записывают о том, что женщинам, имеющим, например, детей до 12 лет, один женский день предоставляется в месяц с сохранением заработной платы по согласованию с работодателем. Вот такая форма поддержки есть. Кого-то там, понятно, что пионерлагеря, понятно новогодние подарки, ну не пионер, детский здравительный лагеря, понятно, новогодние подарки, какие-то еще формы поддержки семей с детьми, это в коллективные договоры многие вносят. Ну, кстати, тут не только про женщин можно говорить. Сегодня же нередкий случай, когда мужчина идет на больничный, отец вместо матери, потому что у него зарплата, например, выше, и он работает. Или, например, когда получается, что у мужчины, например, наоборот, зарплата ниже, то в определенных случаях выгоднее. Поэтому сегодня это уже нормально, и здесь надо в целом говорить о поддержке семьи с детьми, наверное. А как вы считаете, вообще при принятии такого законопроекта, женщины будут отправляться домой, действительно, проводить это время со своими домашними, или даже где-то со своим мужем, может быть, чтобы семья действительно становилась многодетной. Или это еще один способ найти другую подработку. Здесь ты зарплату свою сохранишь, и у тебя есть возможность куда-то убежать на два часа и еще где-то подработать. Ну, это, конечно, будет, но это не трендом будет. То есть люди действительно будут, женщины, больше времени проводить в семье и дома. Мы, я думаю, как правило, другое дело, мы же с вами обсуждали перед началом о том, что по факту работодатель будет смотреть. Вот он принимает женщину, а сколько у тебя детей там, 14 лет. У нас законодательно запрещена дискриминация. Так же, как мы говорили, инвалиды, по любому из признаков. Но по факту работодатель будет понимать, что этот сотрудник за единицу времени будет обходиться ему дороже. И вот этот момент тоже надо учитывать, что женщины сами захотят, чтобы такая законодательная норма была. Это действительно в какой-то мере будет, может быть, сдерживать работодателей при приеме их на работу. А сейчас работодатели насколько охотно берут многодетных мам на работу? Потому что это же и больничные, и отгулы. Ну, по факту, все-таки, если дети там, 5-7-10 лет, это уже не так часто. И по факту у нас жалоб нет. Другое дело, мы понимаем, что, если говорить про приемную работу, они еще не члены профсоюза, они нам еще пожаловаться-то не могут. Ну да, да. Но вот такого массового все-таки нету, хотя мы понимаем, это влияет на выбор, наличие детей, особенно в небольшом возрасте. Но когда старше, особенно, ну, уже там, больше 10 лет, такой массовых каких-то информаций о дискриминации нет у нас. А есть ли такие компании, которые берут к себе на работу многодетных родителей, которые предоставляют, может быть, даже какие-то отгулы, да, оплачиваемые, субсидировать, если их поддерживать со стороны государства, может быть, и охотнее бизнес будет идти навстречу многодетным родителям? Ну, если провести, опять же, вот, в свое время давали серьезные льготы предприятиям, которые трудоустроили определенное количество инвалидов. Да, и до сих пор это есть у нас количество процентов мест рабочих, да, сколько должны занимать инвалиды. Ну, сейчас поменьше этих, может быть, типов предприятий, которым это разрешено. Поэтому, в принципе, может быть, но это совсем уж серьезная надо льгота. У нас сильно много семей все-таки с двумя детьми, это надо тогда уже там 3-4 ребенка, когда вот предприятие. Ну, и отношение общества. То есть, если в обществе, мы с вами, Екатерина, в том числе сформируем такое отношение, что бизнесу будет приятнее, чтобы его похвалили за то, что он поддерживает многодетные семьи. И это, может быть, ему больше удовольствия принесет, чем он какой-то себе там супермерседес купит. Потому что его общественное признание будет за то, что он принимает, поддерживает многодетные семьи, много на предприятии, праздники для них делает. И по факту дает возможность реализоваться и на производстве, и где-то в творчестве, если поддержка там самодеятельности на предприятии, там еще чего-то. Если это будет поддерживаться обществом, то это еще одна серьезная лепта в позицию государства на повышение рождаемости, на то, чтобы семей многодетных было больше. Конечно, это здорово. Какие льготы сегодня есть для многодетных родителей именно со стороны работодателя? То есть какие есть условия, например, особенные работы? Если все-таки брать двух детей, то, я сказал, это возможность... Даже не многодетные внимания с двух детей, да, уже? Ну вот, раз законопроект про двух взяли, то практически это одна такая единственная выделяющаяся норма, что это при сокращении преимущественное право остаться на работе, ну, остаться, не попасть под сокращение, вот, при наличии двух или более иждивенцев. Но это, кстати, хоть женщине, хоть мужчине, иждивенцами не обязательно дети могут считаться, и еще там ряд категорий иждивенцами. Ну, вот это основная норма. А все остальное в колдоговоре, это я еще раз хочу сказать, где есть профорганизации, там лучший колдоговор, и там с работодателя убеждениями или там требованиями добивается лучшего колдоговора, где поддержка и молодежи, и ветеранов, и женщин, и одиноких женщин, и семей с детьми и так далее. А как вы считаете, какие еще можно было бы льготы ввести, обязательные, вот не такие, которые по договору индивидуально, да, бизнесмен предлагает, а повсеместно? Ну, мне кажется, вот сейчас очень важно, и бизнес, наконец, начал поддерживать, это здоровье. То есть это более частое, по большему количеству медиков за счет предприятия, медосмотры, проверки, для того, чтобы любое профзаболевание, любые там еще какие-то стрессы, там еще что-то, это вот одно, вкладываться. Дальше это повышение квалификации и убрать вредные факторы. То есть брать, можно же вложиться бизнесу во что-то, и хотя бы вредные факторы убрать с тех рабочих мест, где больше женщин. Ну, это монтажницы, например, это покрасочные камеры там чаще, это крановщицы. Ну, вот хотя бы с этих рабочих мест, где женщины больше вложиться в культуру производства, в снижение вредных факторов и так далее. Это можно через колдоговор, и профсоюзы это требуют, и мы с вами должны вот продвигать. Давайте в следующий раз соберемся, я подберу предприятия и директоров, и скажу, вот эти вот действительно работают на улучшение рабочих мест женщин. А повышение зарплат тем, у кого два и более ребенка, например? Ну, это вряд ли. Здесь скорее вот сейчас по факту работает эта матпомощь, это путевки в санатории для таких мать и дитя, например, и это детские здоровительные лагеря. Они раз в 6 лет, например, раз в 3 года, раз в 2 года, как в советское время раз в год. Вот скорее вот этим помочь, чем просто... Еще не факт, что если доплату к зарплате, куда это... Мы с вами понимаем, что не зря в советское время делали там среда или четверг, рыбный день. Потому что, ну, тем самым в столовых просто заставляли есть полезную рыбу. То есть неизвестно, куда эти средства потом эта мамочка может направить. Конечно, да. А если уж это на оздоровление ребенка, так вот мать и дитя дали путевку. Слушай, волей-неволей деньги пойдут точно на оздоровление. И благодаря этому женщина меньше будет уходить на больничный. И деньги компенсируются работодателю через повышение вклада. Почему про деньги? Спросила сейчас, вот буквально вышла новая анализа консалтингового агентства. Посчитали, что зарплата российских женщин в полтора раза ниже мужских. Вот такой гендерный разрыв у нас в Свердловской области просматривается. И по каким профессиям? И почему, сам? Статистика действительно, она такая, вот если в лоб ее, подумаешь, ну это же... Впервые за 11 лет такое, между прочим. Нет, вообще беспредел какой-то, да, ну такого уже нет. Но по факту, когда начинаешь смотреть, вот на одной, я даже там у себя в аппарате посмотрел, у вас вот здесь вот, мужчины и женщины, ну везде примерно одинаково получают. Как такой разрыв получается, когда, если смотреть, вредные и опасные профессии, ряд профессий даже запрещено для женщин. Понятно, что здесь идут доплаты мужчинам. А у нас много таких профессий запрещенных для женщин и прямо высокооплачиваемых? Ну, не, многие не запрещены, но там все равно мало женщин, но металлурги. Ну, то есть что-то не запрещено. Ну да, край у нас такой. Ну да, у нас примерно 30, по некоторым предприятиям 30% рабочих мест у нас вредные, опасные. Даже если для женщин там они запрещены, но там все равно априори чаще всего работают мужчины. То есть вот поэтому могут быть больше. То есть по окладам у нас дискриминация запрещена. Но премии, сверхурочные. Но мужики чаще остаются на работе, им тут доплачивают. За ненормированный рабочий день идет какие-то кому-то доплаты. То есть вот именно потому, что мужчины больше часов перерабатывают или сами по себе остаются. Вот это один из ответов. Конечно, квалификация. У мужчин больше возможности повышать квалификацию. Потому что женщина, опять же, все-таки чаще остается это свободное время, не на повышение квалификации тратит оттуда. Ну и руководящие должности волей-неволей чаще всего действительно они за мужчинами. Именно потому, скорее, вы очень умны. Так, спасибо. Хорошо, что вы это признаете. Но все-таки женщина больше ответственности перед семьей и домом. И когда ей надо или тут остаться еще на 4 часа, будучи руководителем, и поехать в командировку еще куда-то, а здесь семья, ну она скажет, да ну его это руководящую должность, даже с зарплатой на 20%. Поэтому мужчины-руководителя у нас все-таки больше по-прежнему. Больше именно потому, что там больше требований к нахождению на работе. Ну и он же пришел, вот, и он думает о работе. А как это, о доме думать? Вот, поэтому и мы благодарны женщинам, что они не упираются в эту работу. И пусть настоящие нормальные мужики обеспечивают большую зарплату, а женщины обеспечивают больше уюта и любви. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на студии был Андрей Ветлушский, председатель Федерации Просоюза Свердловской области. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова